Доброго дамы и господа, взоролитного рынка Forex. Метод опционного анализа. Давайте пройдемся по основным валютным парам. Какие изменения у нас и ожидания имеются на данный момент. Итак, перед вами евро-доллар, расстановка уровней с учетом forward point. Что у нас на сей момент имеется? Мы видим, что у нас произошло, во-первых, это перестроение верхней границы рынка. То есть, она сверху приспустилась вниз, создав модель ограничения роста. Но тем самым, это произошло у нас вот в этот самый день. То есть, цена все-таки может дойти до этого уровня, могла бы дойти до этого уровня, либо даже выше. Каких-то вот этих уровней, где можно было искать замечательные продажи. Но, как видим, выше не пустили и рынок вчера упал вниз. До этого те, кто подписан в группу Telegram, участие в ней, кстати, бесплатно, ссылочка под этим видео, давались коридоры, недельные коридоры, опционные коридорчики, вот эти вот, от которых можно было работать на Адобой. То есть, внутри вот этого коридора. Замечательно, как видим, все отрабатывалось. Эти коридорчики в понедельник у нас, ну, в пятницу экспирировались, с понедельника их нет. Но сейчас у нас имеется более широкий опционный коридор, состоящий из уровней с экспирацией 9 октября. Тут перешел контракт на декабрьский, поэтому изменение форвард-поинта такое достаточно резкое произошло. И вот у нас коридорчик. Вот этот коридор получается на ценовых уровнях 16.98 где-то здесь, да, и 19.85. Внутри вот этого коридора можно будет искать, соответственно, сделки здесь на покупку, а тот на продажу. Но цена может также вот провалиться вниз, захватив ликвидность. С тому же у нас на следующий день после возникновения вот этого коридора появились ожидания пониже из уровней второго порядка, который экспирируется также 9 октября. Они находятся вот на этих уровнях 16.80 примерно и 16.40 где-то вот тут. Поэтому от этих уровней, от трех этих уровней, то есть вот из этой области 16.98, 16.40 можно искать покупки. К тому же у нас подтянулась к верху нижняя граница рынка, наподобие верхней границы рынка, создав модель уже ограничения падения. То есть цена может дойти до этих уровней и даже спуститься вниз, но особо вниз уже рынок не ждут, по крайней мере на текущий момент. Поэтому главное ожидание отскока отбоя цены от уровней крупных опционных игроков, где они скорее всего будут набирать позиции, хеджироваться своими опционами, приобретают большую уверенность. Идем дальше. Британский фонд. По нему у нас также выстроился коридор, причем двойной коридор, двойной контур. Внешний контур это у нас получаются опционы свежие с экспирации 4 декабря, двойные. И внутренний контур это опционы с экспирации 6 ноября. Ну то есть здесь точно также по классике. От этих уровней можно искать покупки, от этих уровней можно искать продажи. Это у нас уровни 34 фигуры, 33, 78, 34, 11. Этот уровень у нас 1, 32, 1, 26, 60, 1, 24, 37, 23, 62. То есть вот обозначил вам уровни. И нижняя граница рынка у нас вновь перестроилась под рынок, то есть цена уходила за пределы нижней границы рынка. Здесь можно было искать покупки, возникали разворотные паттерны, ну и в принципе цена уходила на 200 пунктов, что не так уж плохо. То есть можно было на этом деле немного подзаработать. Но вчера нижняя граница рынка пробила текущий рынок и создала модель поддержки. Тем самым показывая нам, что цена все-таки может прийти до этой границы нижней. И вот этих уровней вот замечательная точка. Это внешний контур опционного коридора здесь поискать покупочки. Среднесрочные покупки. Австралийский доллар. Здесь все довольно таки просто. Имеется одна верхняя граница рынка и нижняя граница рынка достаточно далеко. Цена дошла в текущем контракте, в текущем опционном месяце до верхней границы рынка. И здесь нужно было дожидаться разворотного паттерна. Либо каких-то своих разворотных моделей поиска продаж. Например, вот от этого захвата ликвидности. Либо тут вот от этого подтвержденного тогда уровня. Двойная вершина. из такого классического теханализа. Нашли сделочки. К тому же здесь у нас имелись, что области 95% вероятности, от которых можно было искать продажи, от которых цена замечательно отрабатывалась. Если даже вас выносило обратно по безубытку, то вот на этой сделке, например, уже можно было вставать и здесь бы можно было выжить. Да. Ну или бы здесь. Вот этих уровней где-то открывать сделочки. И имелся хороший шанс вчера прокатиться вниз. Что сейчас можно ожидать? Это развитие дальнейшей и дальнейшей истории с падением. До каких пределов будет падать? Неизвестно. Ориентироваться на нижнюю границу рынка можно. Она находится на 64 фигуре. Но, как по мне, довольно-таки большое расстояние для австралийцев. Поэтому будем ждать появления других подсказок от опционных игроков, куда они будут ставить свои PUT опционы. И на эти опционы будем, соответственно, ориентировать свои профиты и там же искать покупки в обратном направлении. Сейчас чисто можно ориентироваться либо на области 95% вероятности, вот из этих областей, из верхних областей искать преимущественно продажи. Ну или пользоваться уже какими-то классическими методами определения уровней поддержки сопротивления и тому подобное. Идем дальше. Канадский доллар. По нему назревает ситуацию у нас. То есть он торговался довольно-таки продолжительное время в боковике. Затем верхняя граница рынка мощно упала 65 фигура. 66 ближе к 67 фигуре. Упала резко вниз на 33 фигуру. Сюда же налепили опционные ожидания с экспирацией 18 сентября. Они очень довольно-таки четко отработались в том плане, что мы их увидели, хотя и в этот день, но на самом деле они появились, так сказать, в прошлый день. И видим их четкую отработку. И когда такое происходит, что уже пасфактум получается, они появились в этот день и рынок уже их отработал. вот эти уровни, то на них уже можем не ориентироваться, да, в этот день. Итак, на заметку есть некоторые нюансы работы с появлением этих опционных уровней. А вот такие хорошие варианты, то есть когда цена, когда уровень появляется на рынок и видим, что его не дотягивал, не доработал, то их можно брать в работу и на последующие дни, до момента их экспирации. Видим четкую отработку данного уровня. Можно было по нему прокатиться, забрать прибыль. Что сейчас? Сейчас мы видим у нас цена верхней границы рынка упала ближе к цене, создав модель ограничения роста. Затем вчера верхнюю границу рынка подтянули, ожидая дальнейший рост. Мы видим рост состоялся, топчется цена возле верхней границы рынка и за пределами верхней границы рынка можно будет поискать продажи. из области 95-процентной вероятности поискать продажи как минимум внутридневные. Если целить на какой-то средний срок, то с профитом до нижней границы рынка, либо вот до этого уровня, за пределами нижней границы рынка. Цена у него 1.3030 примерно. Выше верхней границы рынка имеется опционные ожидания с экспирацией 6 ноября. Так что вполне есть вероятность того, что цена может добраться и до этого уровня. То есть здесь можно будет искать хорошие довольно таки продажи, ориентироваться на данный уровень. При возникновении каких-то паттернов искать уже продажи. Попутно мы не знаем дойдет цена, либо не дойдет до этого уровня. Но ожидания того, что цена к этому уровню придет есть. Судя по рынку, что творится на рынке, на акциях. Возможно мы и увидим дальнейший рост. Но попутно в Intraday можно будет искать продажи из зеленых областей за пределами верхней границы рынка. Это не противоречит правилам. Вполне такое возможно. Франк. Что у нас по франку? Франк у нас довольно таки давно торгуется в нестандартном положении. То есть и прошлые и позапорошлые. Контракт опционные месяца. Вот он как ушел за пределы верхней и нижней границы рынка. Причем верхняя и нижняя граница рынка находятся друг от друга на незначительном расстоянии. Довольно таки близком. Так вот он все и торгуется за их пределами. Ранжует и потихоньку продавливает рынок вниз. Долго-долго примерно топчется в каком-то в одном диапазоне. 100-150 пунктов в четырех знаке. И затем его продавливают вниз. Что интересно, появились свежие ожидания, которых давно не было. Появились ожидания с экспирацией 4 декабря. То есть эти ожидания у нас истекли 4 декабря, 5 марта 2021 года. И собственно на этих ожиданиях можно было, на свежих ожиданиях можно было войти в сделку. В частности например на опционном уровне с экспирацией 18 сентября четкая его отработка двойное одно. Поэтому еще раз переходите в группу Telegram, где можно будет еженедельно получать шаблон на евро-доллар, либо подписаться на полную расстановку опционных уровней, ежедневную расстановку опционных уровней по шестивалютным парам. Все это в группе Telegram. И по франку подзаработать. Что имеем сейчас? Имеем сейчас понижение верхней границы рынка, говорящие о том, что движение вверх ожидает, но уже не столь мощное, как было ранее. То есть ограничение роста вот этим уровнем. Тем самым где-то вот здесь, в этих областях можно будет поискать соответственно продажи. И японская иена. Японская иена у нас любит ходить в текущем так сказать сезоне. Довольно таки интересно. Флотует, флотует в коридорчике, проваливается, флотует, проваливается такими вот лесенками, ступеньками любит ходить. Ну довольно таки интересно. Можно на этом, на классических паттернах по и не подзаработать. Особенно с учетом остановки акционных уровней. Как в Intraday, так уж точно можно здесь пособирать прибыли. Вот у нас уровни с 11, с экспирации 11 сентября прекрасно отработались. Имели попытку отработки уровни с экспирацией 18 сентября. Мы видим их, проторговали и получилось нисходящее давление, движение. И вот уровни с экспирацией на один день, уровень 21 сентября вчера прекрасно отработался из области 95% вероятности. Сейчас мы имеем частое перестарение нижней границы рынка. Ожидание, свежее ожидание уровней второго порядка. То есть свежие опциончики у нас есть 25 сентября. Появились экспирации. Поэтому если цена возвращается в данную область за пределы нижней границы рынка, то вот здесь можно искать. Будут замечательные покупочки. Это у нас область, вернее, 103.72 и 103.04. Вот в этой области можно будет поискать покупки. Ну, с максимальными целями, да, верхней границы рынка, да, это где-то 107.60. Куда-то вот в эту область. А на этом все. Всем успехов попутного тренда. Пока.